Давайте мы все-таки не превращать в экспертное совещание, да, мнение обязательно зафиксируют, понятно, значит... Григорий, я хотел бы сказать, что, да, альтернативные источники предостаточно. То есть, Ваша точка зрения, она понятна. Вы считаете, что те запасы сырья, которые находятся ниже вот этого обводненного слоя, они достаточны для того, чтобы на много лет вперед обеспечить сырьем башкирскую созданную компанию. Я правильно Вас понял? Так точно, потому что я предмет, когда вы были в регулярном члене. Ну, по-моему, все по-моему. Есть Митаморский комбинат на Гамморское рудоуправление. Они добывают скважином осушения. Ну, понятно. Это позиция эксперта, которая требует внимательного отношения, это естественно. Хотя у меня, честно говоря, такой, знаете, возник когнитивный диссонанс. Значит, вот советник главы Республики Башкортостан. Я правильно Вас понимаю? Да, да, сейчас советник главы на обчетенном начале. Да, вот выступает против того, чтобы использовались другие источники сырья. Правительством принимается решение, формирование которого участвует глава Республики, так, и принимает другое решение. И глава Республики его поддерживает. Вы там разберитесь у себя внутри вообще. Мы же не можем, я в данном случае должен слышать позицию Республики. Не отдельного советника, а представителя президента. А президент придерживался другой точки зрения. Я имею в виду глава Республики. Понимаете? Вы как-то там внутри какую-то консолидированную позицию решите. У нас есть представители президента в совете директоров, которые никогда таким образом не ставили этот вопрос на голосование. Понимаете? Давайте разберитесь, пожалуйста. И этот вопрос имеет право на жизнь. И об этом говорил генеральный директор сейчас. Но он в такой плоскости. Представитель Республики, который является крупнейшим акционером в компании, ни разу не ставился на голосование, подчеркиваю. Все решения принимались единогласно. Я, как представитель совет директоров, это вам фиксирую. А потом начинается каждый по-своему. Ну, возьмите, выступите в какой-то консолидированной позиции. Так же нельзя. Иначе мы никогда не запутимся. Это первое. Второе. Понимаете? То же самое. Развоение идет. Вот у меня, как у человека, который, так сказать, уже больше 10 лет этой проблемой вынужден заниматься. С одной стороны, Башкирия, особенно вот в этой части, это красивейший регион. Действительно красивейший регион. И действительно требующий внимательного, аккуратного отношения к природе. К природоохранным предприятиям и так далее. Вместе с тем, это один из самых богатейших регионов с точки зрения сырьевых ресурсов. Как мы жить-то будем? Значит, надо найти некий сбалансированный подход в решении и той, и другой задачи. И, собственно говоря, видимо, нарушение этого баланса и вызвало вот ту вспышку, так сказать, протеста, который не так давно был. И я должен отдать должное главе республики, что он, несмотря на то, что сам как бы выступал за использование гражданского штаба, у него нашлось мужество быстро среагировать на эту ситуацию, пойти, там, значит, успокоить, успокоить всех, кто участвовал в этом столкновении. Это замечательное качество любого лидера. Мы все можем делать либо ошибки, либо, может быть, что-то недоучесть. Но очень важно найти все мужества, выправить эту ситуацию. Теперь вопрос стоит о том, как ее выправлять. Причем мы должны решить двоякую задачу. Первый. Я все-таки просил представителей Башкирии, особенно те, которые в Совете директоров, ну, вы занимаете какую-то одну позицию, и если вы голосуете и ставите вопрос на обсуждение, ну, пожалуйста, мы же всегда, я имею в виду другие члены Совета директоров, с уважением отнесутся к этой позиции. Но все решения принимались единогласно. А сейчас мы превращаем наш сайт директоров в экспертное совещание. Да пусть эксперты соберутся и обсудят эту тему. Пожалуйста, это тоже вопрос. Но давайте мы тогда принем некое решение и дадим возможность экспертам еще поработать. Понимаете? Еще я хотел одно такое лирическое, если вы позволите, отступление, потому что действительно тема сложная. Использование сырьевых ресурсов, особенно когда их разработают открытым способом, так и сохранение природы. Но действительно тяжелейшая тема, она всех волнует. И в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке, и так далее. Причем, вы понимаете, находится решение, даже находится решение подобного рода работы в национальных заповедных зонах. Давайте мы изучим это. У меня даже я попросил такую справку подготовить, я могу ее распространить. Каков существует мировой опыт добычи полезных ископаемых в пределах территории с аналогичным правовым статусом, национальные парки, заповедники, объекты всемирного наследия и так далее. Это только говорит, что такая работа возможна. Другое дело, что рекультивация должна быть очень, так сказать, во-первых, это должна быть аккуратная работа, во-вторых, рекультивационная работа должна проводиться моментально и тратиться на это большие деньги и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? У нас ведь, мы сейчас попали в такую ситуацию, что любой вариант содержит риски. И то, что говорил генеральный директор, от этого тоже отмахиваться нельзя. Когда путем взрыва под водой добывается сырье, происходит огромный гидроудар. Никаких исследований, которые бы гарантировали то, что эта вода, особенно загрязненная сфера водородная, не попадет в репу, тоже нет. Давайте обследуем. Может быть, это неправильно. Давайте посмотрим. Но любой вариант возможен. Но только не... Давайте не говорить друг другом языком ультиматума. Понимаете? Вот только так и не иначе. Или только так, или не иначе. Я, к сожалению, к своему... Я уже, так сказать, и сам не рад, что втянулся в эту тему, но вынужден был в течение 10 лет участвовать во всех этих совещаниях правительственных и так далее. И видел, насколько внимательно ко всему относятся все акционеры компании. Ведь мы же все живые люди, мы все понимаем, что такое красота природы, что такое, так сказать, ее там особенности и так далее. Понимаете? И сказать, что вообще никто на это не обращал внимания, это будет просто несправедливо. Это будет просто несправедливо даже к тем представителям Башкирии, которые представлены в Совете Директоров. Поэтому давайте немножко разговор переведем в такую спокойную плоскость. Не будем мы друг друга никаких обвинений выдвигать, потому что это будет просто любое обвинение. Сейчас несправедливо. А давайте посмотрим на мировой опыт. Посмотрим на то, как решаются эти задачи в той же Европе, густонаселенной, где, так сказать, добывают открытым способом, чуть ли не в пределы городской четкой известняк, так, для особой промышленности. Давайте посмотрим, что мы можем в этой ситуации здесь сделать. Потому что вся Башкирия, особенно вот эта часть, это, но это, я не опять, я говорю собственные впечатления, действительно красивейшие, сонные, и никто этого не отрицает. И действительно это сплошное, так сказать, наслаждение, вообще смотреть на всю природу, которая там существует, чистые реки, леса и так далее. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы и это сохранить, и сохранить, так сказать, производство, и сохранить рабочие места. И потом давайте не забывать, что башкирская сонная компания, это не просто градообразующие предприятия, это система, образующие предприятия для российской промышленности. Давайте хоть таким чувством ответственности как-то вообще напомнимся, и будем с этой точки зрения тоже смотреть. Поэтому вот по существу предложение Эдуарда Маликовича. Есть предложение, вот давайте мы не будем окончательно, вы же сами сказали, что есть как бы некий проект сегодняшнего решения протоколя, мы все на нем подумаем, да? Но давайте мы, принципиально, есть выражение, вот, значит, с одной стороны еще посмотреть, какие возможные варианты существуют, но с учетом всех рисков, которые существуют, пока в течение года-двух, так я его понял, да, продолжить разработку вот Шахтау, так сказать, подводных ресурсов, сейчас уже подводных ресурсов известняка. Есть, наверное, еще другие мнения, не радует.